Меняем кирпич на смартфон. Итоги акции под таким названием, приуроченной к 20-летию сотовой связи в России, подвели в Челнинском офисе Мегафона. С 13 по 16 сентября челнинцы, смахнув ностальгическую слезу, приносили сюда свои самые старые мобильные телефоны. Жюри предстояло выбрать победителей в трех номинациях. Самый раритетный телефон, самый хорошо сохранившийся аппарат и самую интересную историю, связанную со старым мобильником. В далеком 2000-м было мне 20. Хотелось, как все мы с толпой, выделяться. Хотелось гулять и девчонок кадрить, и с телефона крутого звонить. У строгого жюри сегодня было немало работы. Прочесть и оценить каждую историю, просмотреть каждый телефон. А их было ни много ни мало, 93 штуки. Замен участникам акции предложили на выбор пакет услуг. 200 бесплатных минут на 30 мегафон, 200 бесплатных смс, либо 200 мегабайт интернет-трафика. У нас тут, в принципе, два номинанта. Это 2000-го года от Светланы Владимировны с зарядкой. Я так думаю, что он еще рабочий. С зарядкой, с историей тоже. Да, с историей. И вот такой телефон. По итогам акции самым раритетным телефонным аппаратом стала Blaupunk 1989 года выпуска. Взамен его владелец Андрей Макаркин получит суперсовременный смартфон. Наиболее интересную историю, по мнению жюри, рассказал Сергей Бутусов. О том, как в 2000 году он случайно неправильно набрал номер и нашел свою любовь. От компании Мегафон он получит ММС-фоторамку. А лучше всех сохранил аппарат в отличном состоянии Дмитрий Маркелов. Забережное отношение к своему первому мобильнику ему достанется высокоскоростной 3G-модем. Пытались найти что-то похожее даже на этот мобильный телефон в интернете, но нигде ничего подобного так и не нашли. Самые интересные модели мобильных телефонов займут достойное место в музее Мегафона в Самаре. А совсем скоро оператор сотовой связи порадует своих абонентов новыми, не менее интересными акциями.